Привет, друзья, на связи МК. Несмотря на то, что наши сэмплы зависли где-то там на границе, возможно, нам они уже не нужны. Мы собрали для вас всю необходимую информацию о новых 10-нанометровых процессорах Intel 12-го поколения. Изучили всё, что есть в интернете, и ответим на главные вопросы. Как Elder Lake выступает против Ryzen, что там по материнским платам, стоит ли их вообще брать, и что там по этой новой сырой DDR5. В общем, будет всё. Но начнём с минутки истории. 2015 год. Apple презентует свои новые, больше негибкие iPhone 6s. Microsoft представляет последнюю десктопную операционку Windows 10, а Bethesda радует фанатов новым Fallout 4. В этом же году корпорация Intel представляет свои новые процессоры 6-го поколения на 14-нанометровой архитектуре SkyNet. Skylake. Тогда ещё никто не предполагал, что она с нами надолго. Архитектура 6 лет. Skylake была действительно перспективной. Ощутимый рост производительности. 5 ГГц в разгоне оживляет спортивный оверклокинг и самое громкое. Поддержка новой на тот момент памяти DDR4. Кто не понял, до этого у всех была DDR3. Intel чувствовала себя королём рынка процессоров, и это действительно было так. В игрушках даже простейший двухъядерный Core i3-6100 обгонял топовые AMD FX. Но, как мы помним, Intel купалась в пафосе не так уж и долго. Спустя пару лет AMD взбодрила рынок, выпустив свои восьмиядерные Ryzen. Да, они были сырыми, да и в играх Skylake были ощутимо быстрее, но AMD показала, что 6,8 ядер в десктопном сегменте реальность и снова начало двигаться в правильном направлении. Все ждали от Intel серьёзного ответа за такую дерзость, но 10 нанометров всё ещё не были готовы. Инженеры, что будем делать? Нам нужно больше ядер! Выдержит? В общем, в Intel решили пойти по пути банального увеличения ядер без оглядки на тепловыделение. И какое-то время это действительно работало. Восьмиядерный Core i9-9900K давал жару в обоих смыслах. Ощутимо обгоняет топовые Ryzen, но Intel просто тянуло время. И вот мы уже ближе. В 2019-м AMD громко выкатывает свои 16 ядер в Ryzen 3000 на новой 7-нанометровой архитектуре Zen 2. Крыть Intel тут было нечем. Попытка создать Core iStayna, 10-ядерный Core i9, успехом не увенчалась. Такой процессор мало того, что мог потреблять из коробки под 300 Вт, так ещё ощутимо проигрывал даже более холодным 12-ядерным Ryzen 9, не говоря уже и о 16-ядерном топе. Вышедшие год назад Ryzen 5000 на Zen 3 только укрепили успех красных. Теперь их процессоры обгоняют решения на Intel Skylake даже в играх, где традиционно балом правили синие. Попытка Intel натянуть 10-нанометровую архитектуру санников на 14-нанометровый техпроцесс тоже провалилась. Мало того, что в топах пришлось отказаться от пары ядер, так ещё и планка в 400 Вт тепловыделения была пробита. Трон трещит по швам. Главе Intel уже ищут замену, копаясь в архивах отдела кадров компании. Что у нас есть ещё? Ещё хотя бы на год. Разгон памяти разрешить всем. Z-чипсет подождёт. Гоните ОЗУ на B560 и на H570 и снизьте цену. Теперь Intel стоит ощутимо дешевле AMD с аналогичным количеством ядер. Но, увы, сильно синим это не особо помогает. По продажам AMD лидирует в несколько раз. В итоге, на текущий момент ситуация у Intel такая. В играх нормально. Тепловыделения присутствуют. В рабочих задачах Ryzen всегда быстрее. Но делать больше нечего. Корову пора пускать на мясо. Поэтому выпуск новых процессоров 10-нанометровых Elder Lake для Intel фактически последняя надежда показать свои возможности по созданию крутых CPU. И если они провалятся, как и предыдущие решения, компания рискует окончательно упустить текущий рынок десктопов. Переломный момент. Это и есть хвалёная конкуренция. Прежде чем перейти к тестам 12-го поколения, минуткам отчасти. Первое и, пожалуй, самое основное – да! Наконец-то новый 10-нанометровый техпроцесс, который теперь называется Intel 7. Спустя годы доработок он уже доведён до совершенства. Компания обещает, что Core i9-12900K может буститься на одно ядро до 5,3 ГГц. К тому же первые рекорды Elder Lake в оверклокинге заставляют всех вспомнить, что существует оверклокинг. И тут 12-е поколение даже лучше 6-го. Последние даже спустя 5 лет так и не смогли покорить планку в 8 ГГц с жидким азотом. А вот новые 10 нанометров взяли такую немыслимую частоту ещё до официального старта продаж. Так что вполне возможно мы наконец-то снова увидим подвижки в разгоне и Core 12-го поколения всё же смогут закрепиться выше 5 ГГц под водянками. Правда, пока точно не ясно, в чём подвох. Как мы знаем, ещё с шестиядерных Skylake процессоры Intel даже без разгона не укладывались в собственный теплопакет, указанный на официальном сайте. Теперь же Intel стала поступать умнее. Для всех процессоров пишется Base Power. Это аналог старого TDP и Maximum Turbo Power, то есть максимальное энергопотребление, в рамках которого процессор теперь может работать неограниченно долго, если справляется VRM-плата и температуры не превышают допустимых кипятильных 100 градусов. Разумеется, для выбора системы охлаждения нужно ориентироваться на вторую цифру. Конечно, можно и искусственно ограничить процессор в рамках Base Power, но тесты показывают, что от этого теряет производительность даже среднеуровневый Core i5. Более быстрые Core i7 и Core i9 от такого тормозятся вплоть до 30-35%. Что же касается точных цифр тепловыделения, то, увы, возврата к прежним временам, когда Core i5 мог отлично охлаждаться под простым боксовым кулером, уже не будет. Каждый новый техпроцесс достается компаниям с нанометровым боем, и дабы показывать ощутимый прирост производительности, техногиганты вынуждены раздувать теплопакеты. Например, топовые RTX 3000 потребляют 320-350 Вт. В случае с Intel, все модели с возможностью разгона имеют Base Power на уровне 125 Вт. Максимум Turbo Power уже ощутимо различаются. Если у 16-ядерных Core i9 он составляет 241 Вт, то у 12-ядерных Core i7 уже более терпимый 190 Вт. А 10-ядерные Core i5 и вовсе укладываются в 150 Вт. И, надо сказать, это хорошо показывает, что 10-нанометровый техпроцесс у Intel действительно ощутимо эффективнее старых 14 нанометров. Например, у 10-ядерного Core i9-10900K уровень Power Limit 1, который соответствует максимум Turbo Power, составляет 250 Вт. А у 8-ядерного Core i7-10700K он 229 Вт. Иными словами, компания смогла не только нарастить число ядер в полтора раза, но и еще даже слегка снизить итоговое тепловыделение. Правда, тут нужно отметить, что не все ядра полноценные. И нет, речь идет не про гиперпоточность. Все дело в том, что внутри процессоров Elder Lake есть два кластера ядер. До 8-ми P-Core и до 8-ми E-Core, или E, как вам удобнее. Да, по сути это аналог ARM Big Little, но только с x86-м процессором. Что же из себя представляют эти ядра? P-Core – это обычные Core i-ядра, что и раньше, только теперь они стали в среднем на 30% быстрее ядер поколения Skylake и перешли на более прогрессивную архитектуру Golden Cove, и даже сохранили гиперпоточность. По сути, кластер из P-ядер, P, назовем их полноценный, это костяк производительности новых процессоров Intel. E-Core – эффективные, енотовидные ядра, тяготеют больше к мобильным Pentium и Celeron. Эти ядрышки основаны на энергоэффективной архитектуре Gracement, и работают на ощутимо более низких частотах, чем полноценные, лишь около 3-3,5 ГГц. Кроме того, малые ядра лишены гиперпоточности, их основная работа – брать на себя фоновые задачи, чтобы разгрузить полноценные. Разумеется, для эффективной работы двух человек нужен третий – планировщик. И да, Intel его сделала, обозвав «директор потока». При этом отмечается, что для его наилучшей работы требуется поддержка со стороны системы. Но об этом уже давно договорились, в Intel 11 он присутствует. Ты мне, я тебе. Это нормально. К слову, забегая вперед на Windows 10, новые процессоры действительно в некоторых задачах работают чутка хуже, так что владельцы Elder Lake по сути принудительно привязаны на одиннадцатую винду. Фанаты Windows 7 негодуют. В итоге текущие процессоры выглядят так. Линейка Core i9 имеет 8 быстрых и 8 енотовидных ядер с 30 МБ кэша, что дает суммарно 16 ядер и 24 потока. Core i7 имеют на 4 енотовидных ядра меньше, что дает суммарно 12 ядер и 20 потоков с 25 МБ кэша. Core i5 имеют 6 быстрых и 4 енотовидных ядра, то есть 10 ядер и 16 потоков с 20 МБ кэша. Пока что в продажу, по давней маркетинговой традиции, поступили только старшие модели процессоров с индексом K, то есть с возможностью разгона. Разумеется, в будущем мы увидим и более простые процессоры. Всего Intel обещает 60 различных Эльдерлейков с разбросом теплопакетов от 9 до 125 Вт. Будут и Целлерон, и Pentium, и Core i3. Нужно просто подождать. А перед покупкой уточнить, есть ли в магазине DDR5. Сейчас с этим проблемы. Кстати, о DDR5. Изначально мы хотели подготовить про новую память отдельный ролик, но, как показали тесты, в этом нет никакого смысла. Да, формально изменений там действительно много. И самое главное, это ощутимое повышение частоты. У DDR4 не каждый модуль сможет работать на 5 ГГц, а DDR5 с них только начинается. И в продаже уже есть комплекты с частотой 6 и даже 7 ГГц. Однако на практике это дает немного. Об этом мы поговорим дальше. Еще одна ложка дегтя. Да, Core 12 поколения умеет работать с очень быстрой памятью. Но ее объем так и ограничили в 128 ГБ. И в современном мире это не кажется чем-то заоблачным. Мощные игровые ПК и лэптопы уже имеют по 32,64 ГБ. С учетом того, что мощностей 16-ядерного Core i9 точно хватит далеко не на один год, ограничение в 128 ГБ может достать до потолка. И это далеко не все фичи. Пару лет назад AMD хвасталась, что представила первые десктопные процессоры с поддержкой PCI Express 4.0. Что ж, Intel всех переиграла и уничтожила. Elder Lake умеют работать с PCI Express 5.0. Напомним, что эта шина в каждом новом поколении становится в два раза быстрее. То есть всего 4 линии PCI Express 5.0 по скорости сопоставимы с полноценными 16 линиями PCI Express 3.0. Впрочем, можно отметить, что поддержка PCI Express 5.0 скорее маркетинговая. Видеокартам, даже таким мощным, как RTX 3090, с головой хватает 16 линий PCI Express 3.0. Да, формально NVMe и SSD уже используют возможности PCI Express 4 на полную. Но в реальных задачах их скорости все равно укладываются в 4 линии PCI Express 3.0. Но в любом случае, поддержка нового стандарта лучше, чем ее отсутствие. Мало ли как изменятся видеокарты и SSD в будущем. Понимая, что PCI Express 5.0 пока просто красивая цифра, Intel не стала давать его поддержку даже топовому и единственному на данный момент чипсету Z690. Последний имеет до 28 линий PCI Express 3.0 и 4.0, а также поддержку Thunderbolt 4 и Wi-Fi 6E. Возможно, будущий 6 ГГц. Впрочем, ощутимые улучшения в случае с чипсетом все равно есть. Он теперь соединен с процессором вдвое более быстрой шиной DMI. Так что теперь возможна полноценная быстрая работа даже с тремя-четырьмя NVMe SSD. Разумеется, в будущем появятся и более простые чипсеты, без возможности разгона CPU и ОЗУ. Но пока что в магазинах уже стали появляться платы на Z690. По ценам все, конечно, печально, как и в случае с DDR5. Но тут сложились вместе два фактора. Новизна и дефицит. К тому же, в случае с памятью можно сэкономить. Elder Lake официально умеют работать с DDR4. И добрая половина плат на Z690 идет именно с такой ОЗУ. Да, как вы знаете, новые процессоры работают с новым сокетом LJ1700, который ощутимо крупнее предыдущего LJ1200. Также нужно учитывать, что старые крепления для кулера больше не подходят. Некоторые производители уже готовы отправить пользователям новые, но и тут есть подводные камни. Intel в своем репертуаре. Мало того, что сокет новый, так он еще и ниже старого. Поэтому некоторые СВО и кулеры просто физически не получится установить. Так что, если вы хотите собрать себе систему на Elder Lake, внимательно следите за тем, чтобы система охлаждения была совместима. Ну или идите за новой. Теперь вы знаете все. Без исторического экскурса и описания основных фишек рассказ был бы неполный. Остается ответить на главный вопрос, сумела ли Intel вернуться в колею и обогнать AMD. И тут ответ не такой однозначный. Неделю назад в анонсе Core 12-го поколения Intel гордо заявила, что ее топовый i9-12900K лучший игровой процессор современности, уделывающий 16-ядерный Ryzen 9 5950X местами на 15-20%. Но готовились заранее и не удосужились проверить. Тесты проводились на Windows 11, в котором был еще не устранен баг с кэшем в процессорах Ryzen, который резал производительность. И я очень сомневаюсь, что Intel перед анонсом об этом не знали. Это прямой подлог и обман. Приведите сюда человека, который не предугадал это и не проверил. Множество тестов на исправленной версии Windows 11 уже есть и результаты получились интересными. Да, даже так Core i9-12900K действительно лучший игровой процессор, но есть пара важных нюансов. Уже достаточное количество игр хорошо оптимизированы под многопоточные процессоры, из-за чего даже в Full HD получается упор в видеокарту. В итоге происходит тестирование именно последней, из-за чего разница между условным Ryzen 5 и Ryzen 9 может быть лишь единицы процентов. Так что в таких играх Core i9-12900K, если вырывается вперед, то всего на 1-2 FPS, что сложно назвать серьезным выигрышем. С другой стороны, все еще хватает проектов, которые требуют высокую одноядерную производительность, и вот тут новая архитектура Golden Coff показывает себя во всей красе. Far Cry 6 новый топ Intel обходит всех конкурентов на фантастические 15-20%, спасибо оптимизаторам из Ubisoft. Ну а если мы перейдем в 2К и тем более в 4К, то тут уже в подавляющем большинстве игр мы получаем тест видеокарты, даже если это RTX 3090. Как итог, в этих разрешениях толку от нового Core i9 мало, согнулись у потолка. Да, разумеется он в топе, но разница тут минимальная, даже в сравнении с 6-ядерными CPU, не говоря уже о 16-ядерных Ryzen. На форумах всплывали мнения о том, что игры будут ошибочно использовать енотовидные ядра вместо быстрых, и это негативно скажется на итоговом FPS. Однако это оказалось не так. На Windows 11 планировщик задач действительно работает как надо, и в играх отключение Е малых янотовидных ядер приводит к небольшому снижению производительности. Это ожидаемое поведение, ведь когда они включены, то именно на них садится работа системы и фоновые задачи, что позволяет P-ядрам полноценно работать с игрой. Соответственно, когда малые отключены, система дополнительно нагружает полноценные ядра, что приводит к падению FPS. Окей, с играми разобрались, переходим к рабочим задачам. Что же лучше, 16 полноценных ядер Zen 3 или 8 быстрых и 8 енотовидных ядер Intel? Ответ тут тоже далеко не однозначен. Например, если задача плохо параллелится и укладывается в 8 ядер, привет софту от Adobe, новый Core i9 на коне. Он обгоняет решения на Zen 3 нередко на 10-15%. С другой стороны, если брать многопоточные задачи типа архивирования, то тут хорошо видно, что 16 полноценных ядер все-таки лучше 16 разношерстных. В том же 7-Zip Ryzen 9 5 950X быстрее Core i9 12900K на 10%. При этом предыдущий топ синих, восьмиядерный Core i9-11900K в абсолютно любых задачах слабее временами аж на 50%. Так что прогресс за поколение удивляет. Особенно если учесть, что Core 11-го поколения вышли всего полгода назад. Тут можно только посочувствовать их владельцам. В итоге новый топ Intel оставляет двоякие ощущения. С одной стороны, в играх и задачах, которые плохо параллелятся и не могут использовать больше 8 ядер, Core i9 за счет крутой архитектуры показывает себя лучше всех. С другой стороны, в задачах, которые могут и 16, и 32 ядра использовать, реальная мощь Ryzen 9 5 950X все же выше. Окей, с топом понятно, дорого, богато, быстро, а как там поживает Core i7-12700K? Его слегка урезали по частотам и кастрировали на 4 енотовидных ядра. В теории, в играх разница с Core i9 должна быть минимальна, так как все 8 быстрых ядер на месте. Собственно, так и получилось. Даже в Full HD отставание от топа от силы пара процентов. В 2K и тем более 4K разницы вообще нет. А вот в рабочих задачах все ожидаемо хуже. Хоть и енотовидные ядра слабее полноценных, потеря 4 из них уменьшает производительность в многопоточных задачах на 10-15%. Как итог, 12-ядерный Core i7 выступает плюс-минус на уровне 12-ядерного Ryzen 9 5900X, а если брать одноядерные задачи, то и быстрее. Но давайте не будем забывать, что все любят Core i5. Что может 12600K против конкурента Ryzen 5 5600X? Тут сразу бросается перевес ядер у синего процессора. 6 полноценных и 4 малых ядра, тогда как у Ryzen только 6 полноценных. В итоге это позволяет новому Core i5 в абсолютно всех рабочих задачах показывать класс. Он временами быстрее на 20-25% и даже частенько обгоняет Core i9 11900K. В играх ситуация аналогичная. Core i5 12600K не оставляет конкуренту ни единого шанса, оказываясь быстрее в Full HD временами на 10-20%. Но, разумеется, в 2К и 4К разница вновь стирается. Многие спросят, а что там эта новая DDR5? Разгон памяти дает отличный прирост производительности и в играх, и в рабочих задачах, а тут сразу и с коробки 5 ГГц. Что это дает в сравнении с DDR4? Ничего. Совсем ничего. Тесты Core i9 с DDR5 6000 и 36 таймингами показали, что прирост производительности в сравнении с обычной DDR4-3200 с 14 таймингами просто нулевой. Причем в абсолютном большинстве задач и игр. Но почему так? Ведь у DDR5 пропускная способность почти вдвое выше. Это же должно было что-то дать. В теории да, но на практике есть два нюанса. Во-первых, это огромные задержки у DDR5 памяти, которая, опять же, почти вдвое выше, чем у хорошей DDR4. Во-вторых, у процессора аж 30 МБ собственного кэша, почти вдвое больше, чем было у Core i9 предыдущего поколения. А кэш, как мы знаем, отлично сглаживает влияние от ОЗУ. Вот и получается, что история циклична. На заре появления DDR4 хорошие модули DDR3 от нее как минимум не отставали. Так что остается ждать только более быстрых модулей DDR5 с частотами выше 8 ГГц. Скорее всего, там мы уже увидим реальную пользу от нового типа памяти. Ну и под конец стоит сказать о новой интегрированной графике. В случае с процессорами 12-го поколения она просто есть. Называется UHD Graphics 770, имеет 32 учислительных блока и основана на той же архитектуре XE, что и мобильная графика в топовых ультрабучных процессорах Tiger Lake, они же 11-е поколение. Правда, там Core i7 имеют до 96 ядер, поэтому ожидать каких-то мощностей в случае с десктопами не стоит. Да, такая графика потянет 4К-мониторы и видео. Да, она будет быстрее той же UHD 630 из Skylake и позволит поиграть в CSGO или Dota 2. Но в любом случае базовая NVIDIA GT 1030 и встроенная в Ryzen Vega 11 все равно быстрее. А интегряжку от Intel стоит рассматривать только как запасной аэродром. Как видим, по производительности ситуация получается интересной. Да, стать безоговорочным лидером Intel не смогла, но при этом прогресс относительно предыдущего поколения приятно удивляет. Хотя, если вспомнить, Intel и так прочно закрепилась в средничках. Еще начиная с 8400, линейка Core i5 пользуется популярностью за хорошее сочетание цены и производительности даже в сравнении с более прогрессивными Ryzen. Теперь же в среднем сегменте Intel безоговорочный лидер. Ее Core i5-12600K просто не оставляет ни шанса 5600X. Теперь, когда мы разобрались с производительностью, давайте взглянем на реальное энергопотребление. Судя по официальным цифрам Intel, подвижек в лучшую сторону тут нет. И 150, и 250 Вт так и остались нормой для новых процессоров компании. И цифры это подтверждают. Так, в достаточно жестком тесте Cinebench R23 16-ядерный топ Elder Lake потребляет вплоть до 230 Вт, тогда как Ryzen 9 ограничиваются 150 Вт. При этом, что любопытно, новые Elder Lake, как и RTX 3000, очень слабо теряют производительность при достаточно серьезном ограничении теплопакета. Например, установка 200 Вт вместо 241 Вт приведет к потере лишь 1,5% в Cinebench R23. И даже если урезать теплопакет до 160 Вт, то есть до уровня Ryzen 9, потеря лишь 7% мощности. При этом, разница между 300 и 241 Вт менее 0,5%, то есть погрешность. В играх все еще интереснее. Core i9-12900K потребляет около сотни Вт, тогда как топовый Ryzen 9 5950X на пару десятков Вт больше. Так что в любом случае, для охлаждения новинки все равно потребуется мощный суперкуллер. При этом, что интересно, полноценные ядра греются на 20 градусов больше, чем енотовидные. Последние действительно энергоэффективные. Что касается Core i5-12600K, то тут никаких сюрпризов. 150 Вт ему хватает за глаза, и на деле в Cinebench он потребляет около 135. Так что в данном случае уход от родного TDP минимален. В играх, разумеется, все еще лучше, так что для его охлаждения вполне хватит простенькой башни с двумя-тремя теплотрубками. А вот Core i7-12700K неприятно удивил. В одном из роликов мы рассказывали вам про мусорные процессоры. Так вот, этот процессор как раз из этих. Для его производства используются частично бракованные кристаллы с худшим разгонным потенциалом. Как итог, в стоке все мило и пушисто, около 220 Вт под полной нагрузкой, что слегка меньше Core i9. А вот про разгон лучше забыть. Попытка просто приблизиться к частоте топа превращает этот Core i7 в адскую 370-ваттную печь. Так что в данном случае IndexK просто красивая буква. Хотя нельзя отрицать, что в будущем под нож для создания таких Core i7 будут пускаться полноценные кристаллы, и проблем с разгоном будет меньше. Что в итоге? Начнем с того, что ни Windows 11, ни новый софт пока не оптимизированы под разнородные ядра. Вполне возможно, производительность еще поднимут апдейтами BIOS. К тому же делать выводы по всей линейке Elder Lake по трем процессорам с возможностью разгона, которые используют далеко не все, как минимум глупо. Однако процессоры и платы, я не говорю про оперативку DDR5, под них уже есть, поэтому общую картину составить можно. И тут вот я что скажу. Да, Intel смогла сделать рывок, догнать процессоры AMD, и за это им огромный респект. Да, в этом поколении еще не до конца. Как ни крути, Ryzen 9 все еще холоднее и быстрее в многопоточных задачах, под которые оптимизируется все больше софта. А ведь скоро выйдут процессоры AMD с серьезно увеличенным кэшем, что позволит новым Ryzen еще больше оторваться от Elder Lake. И работать они будут на старых материнских платах после обновления BIOS. При этом Intel закрепила за собой очень выгодное звание производителя хороших среднячков. Core i5 уже несколько поколений дают прикурить Ryzen, и это поколение стало не исключением. И если раньше Ryzen 5 выглядели как старшие братья, они мощнее, но при этом дороже, то сейчас все наоборот. Core i5-12600K даже без разгона ощутимо быстрее 5600X. А ведь Intel еще готовит более младшие модели типа 12400, которые возможно сравняются по производительности с 5600X, но при этом будут дешевле. В итоге получается интересная ситуация. Core i9 это топ ради топа. Его купят разве что те, кто играет на 360 герцовых мониторов, чтобы выжать еще 2,5 FPS с упором в видеокарту. Ну или работает с ПО, которое не может нормально параллелить нагрузки. А вот покупка i5 отличное решение. Он выступает на уровне Ryzen 9 в играх, а в рабочих задачах на уровне Core i9 предыдущего поколения. При этом он холодный, к нему не нужно покупать какую-то монструозную башню или систему водяного охлаждения. Стоит ли брать Эльдер Лейк сейчас? Скорее нет, чем да. С одной стороны, даже на старте продаж новинки Intel стоят адекватно. Можно найти Core i9-12900K за 55-60 тысяч рублей. Тогда как Ryzen 9 5 950X продается ощутимо дороже 60 тысяч. Core i5-12600K стоит немногим больше Ryzen 5 5600X, будучи при этом ощутимо быстрее. Для вашего удобства мы добавили все новые процессоры в одну корзину на e-каталог. Переходите, мониторьте цены у себя в регионе. С другой стороны, цены на материнские платы пока далеки от адекватных. Даже за простое решение с DDR4 придется отдать под 20 тысяч рублей, а более-менее годная плата с DDR5 обойдется под 30-35 тысяч. Ссылочка на все доступные материнские платы также будет в описании. Ну и под конец DDR5 в Россию почти не завезли. А собирать топовый ПК с разгоняемым процессором на DDR4 не самая лучшая идея, ведь тесты показывают отсутствие прироста от DDR5. Пока что. Но через пару лет, когда появятся более быстрые модули новой памяти, появится и прирост. И дабы не менять плату, имеет смысл сразу брать решение с DDR5. К тому же нужно понимать, что текущие обзоры делались быстро, нередко всего за 1-2 дня, из-за чего какие-то нюансы работы Elder Lake могли быть упущены. Скорее всего, в ближайшие пару недель уже сами пользователи будут делиться мнением о новых CPU и рассказывать про какие-то важные моменты в их работе. А создатели софта начнут адаптацию ПО под новинки. Например, оказалось, что игры с защитой Denuvo не хотят запускаться на новых CPU. Среди них и свежий Assassin's Creed Valhalla. Разумеется, Intel вместе с Ubisoft уже работают над исправлением этой проблемы, но нужно понимать, что таких подводных камней Core 12-го поколения может быть много. Ну и под конец стоит дождаться более простых решений без индекса K и плат с упрощенными чипсетами. Ведь, как показывает практика, именно эти решения лучшие по соотношению цена, производительность и нагрев. В общем, не спешите с покупкой. Я надеюсь, мы ответили на все ваши вопросы и собрали всю нужную информацию в этот ролик. За это можно поставить лайк. На связи был МК. Подписывайтесь на наше сообщество ВКонтакте. Меня зовут Михаил Крошин. До скорых встреч.